Всем доброе утро! У нас сегодня суббота и мы поедем на природу. А тем временем, пока все завтракали и собирались, Серёжка занялся ремонтом Назара Ластиком. Вот такая вот, покажи эти запчасти. Это называется, к Назару приходили одноклассники в гости. Вот, кто-то разобрал на запчасти и Серёжа ломает голову, не знает, как это собрать. Китайцы гении. Китайцы гении, да. В общем, либо лишние запчасти получаются, либо чего-то не хватает, да, Серёж? Угу. Ну, ковыряйся. Спасибо. Я уже собрала вещи. Рюкзачок, вот здесь тоже покрывалка, доска, посуда. Ну, продукты уже купим в магазине. Я думаю, еще надо бакляшку воды, наверное, набрать. Баклажку. Хотя бы одну, чтобы было чего попить. Или даже не попить, а помыть руки, овощи. Ручка. Так, мы уже собрались. Вика вроде бы тоже готова. Сейчас еще подъедем к... Подъедем к... Ножик еще трюшки. Попал взять. Подъедем еще к подвалу. Надо там загрузить стульчики. Мангал. Все, взяла ножик. Стульчики, мангал. Чего еще? Удочки, спиннинги, топор. Удочки, спиннинги, топор. Дети готовы? Сережа готов. Я готов. Догоняйте. Я уже там. Все. Вика берет права. Поедет за рулем. Ох, идем грузиться. Ой, какое солнышко. Ясно. Держи, открой. У меня багажник. Багажник забитый. Я же тебе сказала, да, что багажник занят. Можно открыть его? Да, можно. Смотри. Сюда еще пол Китая влезет. А, да? Смотри. Ох, да. Осторожненько, что там с вещами только. Тут будет же закрываться багажник. Ничего ему не будет. Все, компактно. А ты говоришь, не влазит. Да? Мама. Мама обшиблась. Вы плохо в меня верите. Так, где наши дети? Это салон под ноги. Сейчас открою. Эти бутылки надо выкинуть. Где тут мусор? Там аж. Там аж. А это пусть будет. А там аж это где? Ну, где у нас мусорка, Сереж? Вот там. На остановке. На остановке? Да, хорошо. Сережка пошел за остальными вещами, а я жду детей. Все вроде были собраны и никак никто не выйдет. Еще в магазин надо заехать взять мяско, сосисок, огурцы, помидоры, колбаску, сырок, хлеб. В общем, продукты все на природу. Так, в принципе, почти готовы. Мы уже подыскиваем место. Себе уже почти приехали. Еле нашли шашлык. Машлык. За что люблю Украину? За эти прекрасные виды. За эту природу. За эти я. Я не люблю эти дороги. Это капец. Да, Вика, когда сидишь за рулем, понимаешь, что это всю красоту дорог. Когда сидишь пассажиром, не ощущаешь это настолько. Вот мы уже возле селены или нет? А, нет, это что-то. Это ваза. Как красиво. Турина. Класс. Вы из Чердас. А там наши мальчики. Назар. Сидим, дрожим тут, молитвы читаем. Вика за рулем. Ужас. Прекрати. Никто ни молитвы не читает. Нормально Вика ездит. Папа, посмотри. Папа наш прикалывается. Едем гулять. Папа. Вот, нашли мы место. Мы сюда съехали. Я, правда, боюсь, что мы теперь назад отсюда не выйдем. Потому что там часть песка есть. Вот это плохо. Но зато вот такое вот место. Очень уютно, красиво. Водичка. Сейчас. Здесь мы, наверное, и распакуемся. И дрова есть. Нравится вам тут? Неплохо, неплохо. Все все неплохо, отлично. Да, по-моему, даже очень. Очень даже хорошо. Вот так водичка. Все, идем разгружаться. Даже Вику вытащили. Она вообще не любитель этих всех таких выездов, природы. Она у нас домашний зверек. Мы организовали здесь одно креселко. Надо его поближе перенести к столу. Вот такой мини-стол у нас. Стаканчики, кетчуп, водичка, сосиски, помидоры, огурцы, мясо, сырок. Мой любимый, твердый. В общем, вроде бы все. Сейчас быстро мужчины наши уже поставили мангал. Сейчас быстренько организуют кострик. Мы сделаем первые сосиски. Потом на углях уже шашлык, мясо. И можем кушать. Свонил Сережа Косте. Костя сказал, что они еще где-то там в магазин нужно заехать, чего-то Кате купить. Потом, наверное, к нам присоединятся. В общем, будем ждать. Очень надеюсь, что они присоединятся. Вика развела костер. Пока Сережка где-то дрова там ищет. Мы чуть-чуть мелких подсобрали и уже развели. Я вообще не умею костер разводить. Как у тебя? Это удалось. А еще Сережку укусили пять ос. И мы теперь переживаем, хоть бы не пришлось в больницу. Потому что два укуса в голову. И он пошел где-то. Мы тут на нервах кричим постоянно. Где он? Набираем его постоянно. Сына, выйди на дорогу. Посмотри папу там. О, господи. Все не слава богу сегодня у нас. Побежал Назарушка на дорогу. Сейчас посмотрим. Только сильно не выходи на дорогу. Сюда можно было бы выйти. Ну шо? Шо там? С двумя огромными дровинятами идет сюда. Ты, может, пойди ему помоги. Пошли, пошли с тобой. Ты что, ты сам? Сюда иди, вот же проход. Не, я туда не пойду. А че? Там осы. То прямо там? Там могут быть осы. Да нет, там нету. Да нет, до свидания. До свидания, говорит. Ты там обходить далеко. Так, ну вроде бы реакции у Сережи нету на ос. Мам. Он уже за удочки схватился. Что? Я доз действует от 20 до 30 минут. Уже прошло 40 минут, ничего не произошло. Ну, я испугалась очень. Вика вообще настаивала ехать в больницу. Я тоже. Ты тоже настаивала. Давай в больницу. Да, я тоже достаивала. Потому что меня Вика напугала. Говорит, надо ехать. Залезла в интернет. В общем, шо? Все может быть плохо. Если крепкий иммунитет, все вот так вот. Папа же в последний раз, чтобы температура просто поднялась 10 лет назад. Это произошло. Угу. Ну, слава богу. Ладно, мы с Викой решили все-таки начинать жарить сосиски. Да. Хотя Серый говорит рановато, но очень уже хочется кушать. Кушать. Кстати, мам, мне кажется, одного вот этого вот. Одной решетки хватит на все. Сколько же мы там взяли? 10 штучек. Так, главное понять, где с чем. Потому что там есть и с сыром. Ну, я поняла, где какие надо посмотреть. В общем, все. А у нас уже шашлыки готовы. Ой, сосиски сейчас будем жарить. Шашлыки готовы. Да. Что-то оно ничего не горит, Сережа. Потому что идет жар. Угу. Молодим. Все. Ой, жарятся. Вкусненькие наши... В жар вроде... Сосисочки. В жар есть. Такие красивые. Что ты делаешь? Просто показываю зрителям наши сосиски. Сосиски уже готовы. Мы уже их сняли. Я уже нарезала сырочек, огурчик, помидорчик. Сейчас куда-нибудь соус налить. И можно приступать. Не брали мы. Я так, чтобы с общих, чтобы не набирать. Надо было одноразовые вообще-то взять. Ну, что-то я протупила. Папа, иди кушать сосиски. Делали костер. Сосиски пожарили. Отдохнули. Папа, иди кушать. Все. Всем приятного аппетита. Я хочу сосиску с сыром. Например, возьму гореленькую. О. Это не сыр. С сыром. С сыром. Вон видно. Видишь? Все остальные вроде такие нормальные. Может их порезать? Как хочешь. Разрезать. Так. Я бы разрезал. Они действительно большие. О, мам, будешь комментировать? Нет, конечно буду комментировать. Так комментируй. Большие очень куски мяса нам положили. Может так и вкуснее. Оно будет более сочно. Ой, какой запах хороший. Ой, да, запах одуренный. Вот так, смотри. В принципе, нормально. Если хороший. Какой. Папандос. Хороший, деликот. Да блин. Что такое, мам? Ручки не с того места. С это. О. Смотрите, что нам может на вторую. Она всегда прижимается. На вторую? Вот так вот. Да, ты права. Я не знала, что так можно. Да, все, мам, знают, а ты не знаешь. Да, я не знаю. Пошли наше вкусненькое мяско. Серёж, ставить уже? Знаешь. На, ставь, будем дрова подкидывать. Так что эти горят, огонь горит. Мне кажется, надо выше. Оно будет гореть сейчас, Серёж. Так не сильно? Хочу показать Серёжину укусы. Один на шее, вот. Вот такое себе. Это где-то уже часа два прошло после укуса. Да не, меньше. Меньше? Да, конечно. Час-полтора от силы. На голове два у него укуса. Угу. Серый. А мы так испугались. Вика вообще начала говорить. Поехали в больницу. Она в интернет залезла, прочитала. Там пишут, что если больше трёх укусов, срочно обратиться в больницу. Какая больница? Рыбалка. Опять Серый. Шесть ос его укусило, и он сидит не в зуб ногой вообще. Так даже не отекают. У меня бы уже вот такие, это, понадувало бы... Они пострадали больше. Я более ядовитый. Угу. У меня Чернобыль за спиной. Пишут и ос. Так вот Серый вообще не боится. Ос. Ну, слава Богу. Потому что я уже испугалась. Я всё время спрашивала, шо ты, как ты? Назар тут перепуганный бегал. Папа... Он тут так кричал, Серёж. Папа, папа. Серёжка пошёл за дровами и не отзывался. Мы кричали, кричали. Уже не знали, где его искать. Потом додумались позвонить ему на мобильный. Он взял трубку и говорит, выйди лучше мне по мою ветку дотащить. Капец. А мы перепуганные. Как не знаю, шо. Ой, господи. Ну, слава Богу, что так... Серёжка грибы нашёл. Сейчас пойдём посмотрим. Где? А, так это какие-то поганки. Это почеревина. Сама ты поганка. Шампиньоны? Это шампиньоны. Смотри, раз, два, три, четыре, пять. Ого. Вон торчит она. Шесть. Ну, мы их не будем брать. Не, не, не будем. Вот три штуки сразу. Обалдеть. Там ещё. Шесть это со старта. Если тут покрутиться, тут до десятка их будет. Грибочки нашли. Грибочки. Я уже, уже восемь на пороге. Что Назарушка там? Ещё нашёл. Маленький. Смотри, свежий, свежий. Только вылез. Ага. Это, грубо говоря, либо сегодняшний, либо вчерашний. Да, Манюсик. Красный. Это съедобный гриб второй категории. Да? А первый белый? Нет, сыроежка с первой. Что сына тут делает? Тебе не жарко вот тут там сидеть? Нет. Нет? Ну, ладно. Что-то Лена к нам не едет и не звонят, наверное. Совсем там закрутились. Мясо наше уже перевернули. Аппетитненько выглядит и вкусненько пахнет. Пап, можно же мясо там где-то пошли? Куда ты его уже? Это личное. А сейчас? Личное? Осом дадите. Сдача дадите осом. Откусила крючка. Капец, серый, злой. Я пока схватила камеру, он прям с ней боролся. Короб был. Ёлки пал. Откусил прямо? Оторвал. А близко подтянул его? Да, под самый берег уже. Обалдеть. Будет рыба с пирсингом теперь. Все, настроения нету, да? Да, капец. Это так редко бывает просто. Да, у меня на этой канале вообще первый раз. Серый, ну не расстраивайся. Буду. Ладно, что там наше мясо? Тут жара вообще никакая. Сереж, проверь еще раз, как ты там... Да, ножиком проткните его. Мне кажется, уже готово. Да? Ой, вкуснятинка. Ой, вкуснятинка. Может, вилочкой дать? Нет, так. Ой. Такие шматки здоровые. Капецки. Капец. Большие шматки. Покуснятинка. А там все стреляют. Охота у нас там. Я уже, правда, так сосисок наелась, что мяса и не хочется. Приятного аппетита! Это надо показать. Вы видите, как кусается? Обалденное получилось мясо. Без усилий. Губами можно оживать. Ой, капает. Очень вкусно. Едьте к нам на шашлыки. Ну вот, мы уже все с Викой собрали, сложили в машину. Стульчики осталось. Вот, рюкзак Сережин и одна табуреточка. И Сережа в воде с удочками. Папа наш. Сейчас скажу. А, ну и стульчики в багажник положить. Ну, в принципе, после себя убрали, чтобы не было срача. В общем, мы молодцы. Поедем еще, заедем к друзьям здесь. В гости рядышком, недалеко. Вот, Лена к нам так и не приехали. Видимо, они очень там по магазинам заездились. Поэтому и не приехали. Ну, в принципе, ничего. Отдохнули в семейном кругу. Скажи, что не будешь снимать у тебя друзей и что прощайся уже верно. Не, не прощайся. Вика у меня говорит, прощайся, мама. Алиса, прощайся. Знаешь, как у этого. У тебя пять минут. Да, у друзей снимать мы не будем. Мы, кстати, это те друзья, у которых мы были во влогах, когда переезжали, купили дом. Вот мы к ним хотим заехать.